Вот кто, где и когда. И я вспоминаю, как на заправке, когда платил в кассу, видел, что некий ас в притирку смелиметрил с моей машины. Я подумал, вот мастер чувства габаритов. Но спустя несколько дней стал мыть машину. Оказалось, нет, не мастер. Однако царапины поверхностные, в лаке, а поэтому статус «не бито, не крашено» можно сохранить. Здесь помогут вот эти препараты, именуемые как антицарапины. Подробнее об их особенностях поговорим в другой раз. А сейчас немного теории и практики. Что из себя представляет царапина? Почему наши глаза ее видят? Вот представьте, это поверхность лакокрасочная. И вот она, царапка. Такие морковки. И наши глаза видят эту царапину, потому что острые углы. И вот здесь самое главное. Удалить царапину, убрать нельзя. Ее можно лишь замаскировать, то есть острые углы нужно сгладить. И вот тогда мы обманем наше зрение и дефект перестанем замечать. Уберем часть, ну вот этой царапины. Нам бывает пишут, да это развод, антицарапины не работают. Нет, вы что хотите? Пять минут поелозить тряпкой и готово? Наивно. Я сейчас не буду убирать все повреждения, так как это займет полдня, если не весь. Да-да, такова особенность ручной работы. Долго, зато качественно. Для наглядности возьмем одну царапину и сотрем лишь ее часть. Другую оставим для сравнения. Заводская покраска хороша и на бампере очень твердый лак. Поэтому полчасика уйдет точно. Почему я предпочитаю делать руками? Потому что снимаю мизер покрытия и главное локально. То есть такой ремонт наносит минимальный урон толщине лака. Итак, спустя 20 минут царапина видна частично. В том месте, где я поработал, глаз изъяна почти не видит, камера тоже. Смотрите, как было и как стало. Еще немного доводки и от царапины не останется следа. Субтитры создавал DimaTorzok